МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 40 лет – не возраст. В музее открылась выставка, приуроченная к 40-летнему юбилею местного объединения художников. Телепроект Мисс Котлас снова в нашем эфире. Сегодня 20.02. Одна из красивых дат 2020 года. А для 11 пар это теперь еще и семейный праздник. И несмотря на все предрассудки и слухи о том, что жениться в високосный год нехорошо, эти люди рискнули соединить себя узами брака и верят, что волшебная дата принесет только хорошее в их молодую семью. В Котласском ЗАГСе сегодня мужем и женой стали 11 пар. Это рекорд. В среднем в день регистрируется по 6 браков. С чем связан такой ажиотаж в этот, казалось бы, обычный будний день? Все дело в магии чисел. Не часто встретишь дату, в которой числа выстроились в такой красивой закономерности. Но скажется ли это волшебное число как-то на судьбу новоиспеченных семей? Конечно, все будет зависеть от их мудрости. Но, по крайней мере, астрологи даты с двойками считают хорошими для брака. Двойка, безусловно, хорошая цифра. И помогает паре поддерживать любовь и с нежностью относиться друг к другу. Она отвечает за близкие партнерские отношения. Анна и Сергей Григорьевы познакомились еще будучи школьниками. Тепло общались и даже жили в домах напротив. Потом начали встречаться. Поняли, что не могут друг без друга. И Сергей предложил пожениться. Предложение своей избранницы он сделал в день ее рождения. 28 декабря позапрошлого года. Но с росписью решили не торопиться. А подождать красивую дату. 20.02.2020. Молодожены верят, что все необычное и редкое. А именно день рождения их семьи обязательно принесет успех, удачу. И только положительно скажется на их долгой и счастливой семейной жизни. Мы занимали еще с 28 ноября эту дату. Нам очень понравилось. Потому что счастливое число 20.02.20. А вот Екатерина и Дмитрий Хомутковы сначала хотели сыграть свадьбу скромно и без лишних затрат. Но по совету родственников передумали. И закатили пир на весь мир. Ведь в такую шикарную дату, как сегодня, не могло быть по-другому. Бабушка сказала, красивая дата. Мы решили начать на свадьбу играть. Любви нам, процветания, всего хорошего. Долгой и счастливой жизни. Мы надеемся, что сегодняшняя дата послужит приятным дополнением к сегодняшним регистрациям. Надеемся, что всем молодым удастся создать крепкие семьи. Желаем им побольше любви, семейного счастья, благополучия. Надеемся, что через все годы они смогут пронести все свои сегодняшние чувства. Наверное, поженившихся сегодня могло быть и больше. Но год нынче високосный. И некоторые пары считают дурной приметой играть свадьбу в один из его месяцев. А зря. Ведь те же астрологи считают 2020 очень хорошим годом для вступления в брак. 2020 год – это год белой металлической крысы. Многие пугаются, что 2020 как високосный принесет нестабильность и потерю равновесия. Но на самом деле белый цвет символизирует чистоту, благие намерения и, как ни странно, идеально подходит для заключения браков и пополнения в семье. Кстати, вопреки традициям, несмотря на будний день, регистрации сегодня были торжественными. Дело в повышенном спросе. А вот в грядущую субботу 22.02.2020 наш и другие областные ЗАГСы работать не будут. Правда, и спроса на эту дату у котловских молодоженов не было. Поэтому всем семьям, которые заключили союз именно в этот день, я желаю взаимопонимания, уважения и добра. Железнодорожную школу-интернат уже точно не закроют. Такое решение в декабре прошлого года было принято на Совете директоров ООО РЖД. Если еще год назад руководству школы рекомендовали не набирать первоклассников и готовиться к худшему, то сейчас готовы выделить порядка 20 миллионов рублей на проект по реконструкции учебного заведения. Речь о закрытии школы-интерната впервые зашла еще четверть века назад. Но особенно остро вопрос встал в 2019-м. Российские железные дороги решили сократить непрофильные активы и закрыть 118 школ по стране, в том числе и в Котласе. Ну, конечно, мы все переживали, коллектив переживал, родители в первую очередь переживали, дети переживали, что нас могут закрыть. Но все вместе общими усилиями добились того, что все-таки нас оставили. Сегодня директор Андрей Гудаченко признается, когда в мае прошлого года для выпускников прозвенел последний звонок, были опасения, что он станет последним и для всей школы. Чтобы отстоять ее, работники, родители и ученики даже записали обращение к президенту страны Владимиру Путину. Уважаемый Владимир Владимирович, Вплощадь вашей поддержки в сохранении этого уникального учреждения. Мы любим нашу школу и хотим учиться только в ней. Мы снимали в общем про школу, то, что тут хорошо, то, что мы хотим все-таки сохранить это учреждение и дальше продолжать учиться тут. Все хотели остаться в этой школе, не хотели переходить в другие учреждения, все хотели оставаться тут до конца. Право на существование школы директору, коллективу и ученикам пришлось доказывать перед советом директоров ОАО РЖД. Большим плюсом стало то, что в учреждении высокая успеваемость. Много хорошистов, отличников и высокобальников по ЕГЭ. Еще один аргумент за. Современная начинка учреждения. Сегодня школа-интернат номер один входит в топ-10 лучших школ Архангельской области. Новая мебель, хороший ремонт, компьютерные доски – это лишь малая часть оснащения. Например, в кабинете химии на каждой парте настоящая микролаборатория. Цифровые микроскопы, ноутбуки, видеокамеры. Это хоботок бабочки. У меня здесь учился дядя, работает бабушка и мама. И две моих сестры, одна младшая и старшая, тоже учатся вместе со мной в этой школе. Мне нравится наша школа тем, что ни в одной другой школе нет праздников, мисс осени, спортивных, Новый год. В этой школе мы отмечаем все вместе, всей школой. Ну и, конечно, решая вопрос закрыть или оставить, была учтена и уникальность школы-интерната. Дети здесь не только учатся и со своими наставниками делают уроки, но могут находиться круглосуточно, что немаловажно для их родителей-железнодорожников, чья работа – это командировки и длительное отсутствие. Цветочки, но в основном это линии, посмотрите. Кстати, именно в этих стенах практически с пеленокуют новые кадры для РЖД. Уже несколько лет здесь работают дошкольные группы, их посещают полсотни детей от трех лет. Потом эти малыши пойдут в школу, а после, как многие выпускники, наверное, поступят в железнодорожный техникум или вуз. На корабле печи дыньки очень храбрых маленьких. Кстати, и у города с закрытием учреждения проблем бы прибавилось. Учителя остались бы без работы, детей требовалось бы устраивать в разные сады и школы. А многие из них и так переполнены. Да и содержание здания – дорогое удовольствие, порядка 20 миллионов рублей в год. Но благо, что все закончилось хорошо. Любопытно, что в России всего три подобных учебных заведения смогли продолжить свою деятельность. Наше образовательное учреждение попало в список тех школ, школ-интернатов, которые остаются в системе образования Открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Решение было принято на Совете директоров. Принято оно было окончательно в декабре месяце. Совет директоров – это весомый орган управления Открытого акционерного общества. Поэтому решение принимается основательно и надолго. Также Советом директоров было решено провести модернизацию данного учреждения. В рамках реализации инвестиционной программы на этот год уже выделено 20 миллионов рублей на проектные изыскательские работы. Кстати, в будущем на части площадей школы-интерната планируется создать Кванториум. Это современный научно-технический центр для детей. Котлашанин, укравший деньги с карты товарища, сел за решетку. Подробности у Николая Илсакова. Ранее неоднократно судимого Котлашанина признали виновным за кражу с банковской карты. Дело было 19 июня 2019 года. В тот вечер два товарища весело проводили время за спиртными напитками. Когда алкоголь закончился, они решили купить еще. Хозяин банковской карты в магазине пошел, а доверил покупке и саму карту своему знакомому, который не только купил то, что его просили, но и снял в банкомате чужие деньги в размере 10 800 рублей. Правда, владельца карты о таких затратах воришка предупредить забыл. Котловский городской суд признал жулика виновным в этой краже. Вступившему в законную силу приговором от 16 января 2020 года Кузнецову назначено наказание в виде двух лет, трех месяцев лишения свободы, а после сложения с наказанием, назначенным по предыдущему приговору, в отношении него окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу. 5 марта с 10 часов в здании Котловской межрайонной прокуратуры на Дзержинского 6Б прием по личным вопросам будет вести прокурор области Виктор Насеткин. Прием будет осуществляться в порядке очередности при предъявлении документа удостоверяющего личность. В Котловском краеведческом музее стартовала новая выставка с интересным названием «Минус 40. Начало». Все тайны, которые хранят в себе, представлены на ней творения в следующем материале выпуска. 40 лет назад в Котлосе появилось творческое объединение художников. В честь этого важного и памятного события в Краеведческом музее открыли уникальную выставку. Назвали мы эту выставку «Минус 40. Начало». И тем самым хотели вернуться, отмотать эти 40 лет плодотворных, лет творчества, и вернуться к началу, вспомнить о тех художниках, которые стояли у истоков, тех, которые ушли уже, к сожалению, которых нет рядом с нами, и вспомнить о них, посмотреть еще раз на их картины, на их творчество. Первая выставка картин местных авторов состоялась в 1958 году. Ее организатором стал котловский художник Владимир Смирницкий. К сожалению, его картин на выставке нет, но есть портрет родоначальника сообщества живописцев. Его автор Вениамин Заимкин. Еще один художник, который захотел увековечить историю котловского объединения художников, Владимир Надрышкин. Он уделил внимание пяти председателям, которые возглавляли объединение с начала его создания. Николай Андрианов, Василий Курицын, Юрий Черков, Андрей Иконников, Андрей Слиба. Все эти люди стали хранителями творчества местных живописцев. Деревянная миниатюра Владимира Надрышкина представлена у нас и хранится у нас в музее. Это портреты председателей котловского объединения художников. Разные годы. Это любопытно очень посмотреть. Безусловно, выставка «Минус 40. Начало» заинтересует не только неравнодушных к творчеству котлашан, но и в особенности педагогов и студентов котловского педагогического колледжа. Причина абсолютно простая. Вообще история объединения, она тесно связана с котловским педагогическим училищем, тогда еще, да, сейчас колледжем, потому что многие художники – это преподаватели худграфа, и потом уже и выпускники худграфа тоже стали многие художниками и активно участвовали в творческой жизни котлоса. Котласский художник Николай Вавулинский – как раз-таки выпускник педагогического колледжа. Несмотря на свою короткую, но насыщенную жизнь, он успел сотворить много шедевров, за что его любят и никогда не забудут котлашане. А все его творения объединяет простое, но очень наполненное название – родные пейзажи. Еще одна интересная работа, которая сразу бросается в глаза, называется «Столетняя неразбериха». Ее автор – неординарная и творческая личность Виктор Каратаев. Выпускник 4-й гагаринской школы поселка Вочегодский в юности писал стихи и даже детективы, а 4 года учебы в медицинском институте дали ему знания по анатомии и помогли овладеть мастерством изображения человеческой фигуры. Но это далеко не все тайны работ котловских художников, которых по воле судьбы давно нет среди нас. Узнать больше вы сможете, посетив выставку в Котловском краеведческом музее «Минус 40. Начало». Выставка продлится до июля этого года. Учащиеся техникумов нашего и близлежащих городов сразились в баскетболе. Областные соревнования среди женских команд два дня шли на базе котловского электромеханического техникума. С небольшой разминки спортсменок и торжественной части начались областные соревнования. Баскетболисток поприветствовали представители администрации и директор котловского электромеханического техникума. На базе этого учреждения и проходил турнир. Сегодня проводятся областные соревнования среди девушек в зачет Спартакеады профессиональных образовательных организаций Юго-Архангельской области. В данном мероприятии принимают участие четыре команды. Это прошлогодний победитель Котловский педагогический колледж. Призером в прошлом году были Котловский электромеханический техникум, Котловский трассный техникум, а также Харяжинский индустриальный техникум в этом году участвует. Эти соревнования по баскетболу традиционные, но, к сожалению, с каждым годом команд-участниц становится все меньше. У молодежи, наверное, какие-то другие увлечения. Здесь же надо тренироваться, напрягаться, понимаешь, порой не хочется. Но те, кто решился поучаствовать в соревнованиях, готовились не на шутку. Кому-то помогали природные данные, кому-то хорошая физическая подготовка и бешеное желание оказаться на пьедестале. Я считаю, что у меня физическая форма позволяет играть. И вообще, любовь, наверное, со школы еще к этому виду спорта. Я надеюсь, что мы сможем победить сегодня. Мы вместе из Песецкого района, наверное, с класса четвертого мы занимаемся баскетболом. Мы стой позитивны. Думаем, что выиграем. Все. Мы соперники сильные, но мы справимся. Спортсмены у нас готовятся, начиная буквально с первого сентября, приступают к подготовке. Наши спортсмены конкретно занимаются баскетбольной секцией, которая у нас проходит еженедельно, два раза в неделю. Места за звание лучшей женской команды по баскетболу распределились так. Победу, как и в прошлом году, одержал Котовский педагогический колледж. Серебро у хозяев турнира электромеханического техникума. Гости соревнований из Коряжемского индустриального техникума в нешуточной схватке завоевали бронзу. Все участники были награждены дипломами и памятными подарками. Девятнадцатого февраля на восемьдесят шестом году ушла из жизни замечательный человек, любимая мама, бабушка Наквасина Мария Ивановна. В памяти родных и близких Мария Ивановна навсегда останется добрым, справедливым, честным человеком, настоящим профессионалом в своей работе, отмеченной многими наградами, любящей мамой, бабушкой, изо всех сил сохранявшей верность своей семье и человеческим принципам. Отпевание и прощание с Наквасиной Марией Ивановной состоится в Свято-Стефановском храме Котласа в пятницу 21 февраля с 11 часов до 11.30. Для удобства всех, кто придет проститься с Марией Ивановной, ее родные заказали автобус. Он отправится на кладбище от церкви сразу после траурной церемонии. Поминальный обед пройдет в столовой речпорта 21 февраля, начало в 13 часов 30 минут. Родные и близкие Марии Ивановны приглашают всех, кто знал, любил, ценил ее, проводить ее в последний путь. Вылепить своего снеговика всех Котлашан приглашают организаторы конкурса «Русский снеговик». Они надеются, что снег снова выпадет. И 29 февраля конкурс по лепке фигур из него состоится. Провести состязание в этом году планируют на площадке у магазина «Строймир» по адресу Пугачева, 22. Последний раз конкурс по лепке снежных фигур проходил в Котласе в 2018 году. Тогда в нем приняли участие семьи, коллективы детских садов и школ. Многие в городе просили вернуться к этой доброй традиции и было решено возродить конкурс. На этот раз организаторы ожидают участников из Котласа, Котласского района, Коряжмы, Ленского, Велиготского и Красноборского района. Поэтому площадь для состязаний выбрали больше. А условия самой игры стали интереснее и разнообразнее. На суд жюри конкурсанты должны будут представить фигуры сказочных героев высотой не менее полутора метров, а также плакаты формата А3, на которых будут изображен логотип и название их команды. После подведения итогов конкурса все команды-участники получат благодарственные письма от администрации города и поощрительные подарки. Команды-победители конкурса получат дипломы первой, второй, третьей степени и ценные призы. Само создание снежных фигур будет с 11.30 до 12.50. То есть это час 20, это самое оптимальное время по нашему опыту. Еще один критерий в этом конкурсе не только создать фигуру, но еще ее обосновать, защитить, как-то красиво оформить. Конкурс «Русский снеговик» пройдет 29 февраля на площадке у магазина «Строй мир» по улице Пугачева, дом 22. Заявки на участие принимаются до 24 февраля. По всем вопросам обращаться по телефону, который сейчас на экране. На этом у меня все. Далее вас ждет наш ежегодный телепроект. Теледневник конкурса «Мискотлас», затем прогноз погоды, афиша культурных мероприятий. Удачного завершения вечера. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова